В Беларуси негодяи прям скурпулезно собирают списки экстремистских каналов. Я посмотрела сегодня список, скажу вам честно. Если кто-то возьмет на себя, ну потому что он есть в открытом доступе, особо искать его не составит труда. Если кто-то возьмет на себя труд, а это труд, все эти каналы протестить и посчитать совокупную аудиторию, мне очень интересно, какая выйдет цифра. Карусель, карусель, начинает росла, это сказки, песни и веселье. Мы бы посчитали, помните, да, я вам обещала, мы посчитали количество подписчиков вот этих вот всех экстремистских каналов, которые были опубликованы. Говорила в прошлое воскресенье и обещала вам сказать, я тогда еще, как обычно, Мартынова любит, что она не может делать сама, всегда сделают хорошие люди, которые смотрят Мартынову. Значит, я тогда еще сказала, господа, у меня нет времени и возможности, честно, и штата сотрудников, чтобы это сделать, для того, чтобы посчитать, сколько по совокупности, да, какое общее число подписчиков вот этих вот всех каналов, признанных экстремистскими, включая там их Тиандры Гродно на 14 человек. Итого, циферка готова, 3 миллиона 396 тысяч 185 человек. Это я вам сейчас не просто так к истории про паспорта рассказываю. 3 миллиона 396 тысяч 185 человек. И мы понимаем, что есть повторки. Что если кто-то подписан на один канал, там какой-то свой региональный, чаще всего он подписан еще на какую-нибудь нехту, да, там, прости господи, на какую-то там эту, как ее, вон, наш дом же, да, тоже признан, ну, неважно, окей, но, а, кто-то даже подписан на прям серьезные экстремистские каналы типа Мартыновой, боже-боже, какой кошмар. Так вот, смешно, но неважно. Я такой экстремист, что, по-моему, граждане заебатьки, на меня молиться должны, если честно. Так вот, значит, 3 тысячи 396, 185, ну, короче, грубо там, 3 400, да, чтобы я вас не путала. А теперь, внимание, это цифра сегодняшнего дня. После того, как 3 года шла борьба с вменяемыми людьми, арестовывали админов, там, типа, людей сажали за лайки, хотя на самом деле это не так делается. Сначала человек попадает в поле зрения, а потом, соответственно, рассказывает, что его посадили за лайки. Невозможно отследить все лайки, но это просто нереально. То есть за 3 года, если мы возьмем пик подписок, август, сентябрь, там, октябрь 2020 года, у большинства каналов отписки от 50% и до 80%. Я сейчас говорю про белорусов не только внутри страны, но и за рубежом. И это понятно почему. За рубежом, ну, люди уже как бы некоторые просто устали и ушли жить свою жизнь, а внутри Беларуси это опасно. Им рассказывают, нам, белорусам рассказывают, что это опасно. Поэтому отписки где-то вот, ну, возьмем даже в среднем, в среднем, ну, 65%, да, на круг. В итоге мы тогда эту цифру, да, на сколько должны умножить? Более чем в два раза. То есть она была не 3 400, а минимум 6 800. Опять же, берем повторки, которые, естественно, были и тогда, потому что люди подписаны на разные каналы, да, чаще всего, хотя бы два, хотя бы два. Некоторые на один. И что мы имеем? Мы имеем в среднем как минимум 4 миллиона белорусов, которые в 2020 году на это подписывались. Для чего? Товарищи майору вычеркивают, ну, сколько их там, 10 тысяч? А остальные были за нас и с нами. И что, вы думаете, они куда-то делись? Вот для меня, например, новость эта, в чем вот именно эта цифра, она отличная просто. Что даже сегодня, когда власть каждый день запугивает белорусов, они не выходят из информационного поля. Я не знаю, как Лукашенко собирается с этим справляться. То есть я вижу, что он делает, об этом мы тоже поговорим чуть позже. Но теперь еще одно, что мы с вами должны знать. Эти придурки посчитали только открытые ресурсы. А вы знаете, сколько у нас было частных чатов и частных каналов, в которые товарищи майора не проникали и которые до сих пор существуют? Поэтому я думаю, что радость от победы, что все отписались, забыли, ушли жить в свою жизнь и никому не интересно, она очень сильно преждевременная у режима. Ибо не так это все работает. Есть математика. И если мы начнем считать самыми простыми методами умножения, деления, вычисления процента, то мы с вами получим, что как были люди против, более 50%. Так они и остались. Они никуда не делись. Продолжение следует... Продолжение следует...